Завтра, 27 июня, кировчане вместе со всей страной отметят День молодежи. В городе развернутся различные концертные площадки, а вечером будет фейерверк. По инициативе властей этот праздник должен пройти не только весело, но и трезво. Напомню, что в День молодежи торговать алкоголем магазины не имеют права. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В области горят жилые дома. Сразу несколько пожаров были ликвидированы только за последние сутки. Без ущерба для владельцев не обошлось. Пожарные расчеты вчера днем и сегодня ночью тушили огонь в жилом секторе Яранска, Кирова и Белой Холуницы. В деревне Боровые Актербского района пожар возник в частном строящемся доме. С ним боролись 26 спасателей и 8 единиц техники. В итоге полностью сгорели стены полной крыши. В Яранске сгорел шестиквартирный жилой дом, ущерб тот же. А в селе Троица Белохолуницкого района огонь полностью уничтожил двухквартирный жилой дом и дворовые постройки. Причины возгораний во всех случаях еще устанавливаются. До бывшего главу департамента культуры Павла Сырцева заведено уголовное дело. Экс-чиновника обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, Сырцев с 2012 по 2015 годы, вопреки запрету, установленному законодательством, участвовал в управлении двумя коммерческими организациями. В частности, давал устные указания и рекомендации своим подчиненным в департаменте заключать договоры с данными коммерческими организациями на оказание услуг и выполнение работ. Сам Павел Сырцев сейчас в отпуске и, как рассказал журналистам, в шоке от происходящего. Пообещал в ближайшее время приехать, чтобы во всем разобраться. Прокуратура Октябрьского района выявила ряд нарушений в местных автошколах. Так, чаще всего предрейсовый осмотр инструкторов проводили лица, у которых нет лицензии на медицинскую деятельность. В некоторых учреждениях на вождение отводилось меньше времени, чем положено. В других, наоборот, учебная езда проводилась в ночное время, что тоже не положено по закону. Всего по итогам прокурорской проверки было выявлено 18 нарушений. По требованию прокурора оштрафованы 9 ответственных лиц.